Строчки детской песни о том, что папа может все, что угодно, только мама не может быть, знакомы многим. Но папы, которые собрались в Брестском грузполкоме, смело спорят с этим утверждением. Все они воспитывают своих детей в одиночку и делают это очень успешно. Я понимаю, какой это труд. В первую очередь, наверное, каждому из вас есть всегда к чему стремиться, ради чего болеть. И это всех нас сегодня объединяет. У меня тоже сегодня трое детей. И, наверное, ради них мы что-то делаем, что-то переживаем, помогаем. И в первую очередь, наверное, это вам большая слава благодарности за тот труд, понимая, что вы еще заменяете большинством мам. А это и любовь, и ласка, и отцовское твердое слово, и защитник Отечества, и поддержка, и просто друг. Поэтому искренне от себя, каждому из вас просто спасибо. Вот с таких искренних слов благодарности начался диалог между отцами и председателем Брестского грузполкома Сергеем Лободинским. У грандоначальника была простая цель – узнать у мужчин, которые отлично справляются не только со своей профессией, но и такой важной социальной ролью с отцовством, о существующих проблемах и помочь в их решении. Правда, мужчины такие скромные на слова кратко говорили, что совсем справляются. А вот когда речь заходила об их детях, не могли сдержать улыбки и подробно рассказывали о своих сыновьях и дочерях. Воспитываю двух чудесных, прекрасных детей. Девочка Софья, мальчик Егор. Моей девочке 11 лет, мальчику 12 лет. Быть отцом – это, как говорится, большая ответственность, большой долг, ну и, конечно, большая радость. Отец – это не просто, как говорится, отцом не рождаются. Отцом надо, как говорится, стать. Отец, работа отца, она начинается с утра, ну и, наверное, заканчивается очень поздно-поздно ночью, когда ложишься спать. Сказать, что от этого как-то устаешь или тебе как-то сложно, ну, я не скажу. Ну, кто-то подумает, что я слукавлю, вы знаете, нет. Заниматься своими детьми, заниматься обеспечением, заниматься воспитанием, любовью, если этим, как говорится, тоже проявлять в отношениях. Это большая радость. Большая радость, ну и, соответственно, я желаю каждому мужчине стать отцом, чтобы каждый обрел это чувство радости, чувство любви за своих детей. Слезы и страхи отца невидимы, его любовь не бросается в глаза, но его забота и защита остаются с ребенком на протяжении всей жизни. Все они – 10 приглашенных отцов достойного уважения. Они отлично справляются с важной ролью – быть героем и защитником своей семьи. А для того, чтобы справляться с этой работой, нужен ресурс. Дочь Алиса, 14 лет, сын Никита, 18 лет, учится в Минске в Академии искусств, пытается быть режиссером. Даже психологи утверждают, пока человек не сможет быть счастливым сам, не сможет сделать счастливым кого-то. Поэтому у меня есть хобби, личная жизнь, увлечения какие-то, любимое дело. Это дает мне энергию, это дает стимул общения с людьми. Все это переходит дальше по поколению. Быть отцом – многогранная и сложная работа. Действительно, стать ребенку папой и пройти путь родительства совсем непросто. Это требует от мужчины зрелости, ответственности и обязательности. Ведь отцовство – это не то, чем занимаются идеальные мужчины, а то, что делает их идеальными. Об этом не понаслышке знает и председатель Брестского грузполкома, многодетный папа и любящий отец. Должны понимать, что это труд двоих – отца и матери. И самое главное, что дети чувствовали эту заботу и тепло в семье, потому что именно на этом базируются человеческие ценности. На понимание и поддержке друг друга, на любви ближних. И в любой жизненной ситуации родители для того и нужны, чтобы поддержать и не дать отступиться своим детям. Поэтому для меня это очень важно. И я хочу привить и передать это своим детям, потому что так учили нас наши родители. И, наверное, поблагодарить за то, что судьбой мне дано было этих три счастья. А четвертое – это супруга, которая оберегает этот уют, тепло. И дай Бог, чтобы так было у каждого. После приятной беседы председатель Брестского грузполкома вручил отцам подарки и искренне поблагодарил их за огромный вклад в воспитание детей. Ирина Левчук, Эдар Бакунович, Рельман Тович, Новости Бреста.